Ещё раз добрый день! Вы видите, что у меня в руке эта заготовка для головного тфилина. И сегодня мы поговорим о особым законе, который существует при производстве головного тфилина. Оказывается, на вот этих вот бортах нужно с обоих сторон написать букву ШИН. Но написать её нужно особым образом. Нельзя выдавить всё лишнее, и тогда останется здесь буква ШИН. Нужно именно создать букву, прописать как бы каждую её часть, каждую её линию этой буквы. Нужно её саму написать. И это на самом деле очень сложно, потому что вот здесь у рыбмойши есть формы. Есть с одной стороны ШИН из четырёх линий. Раз, два, три, четыре. И внутри есть ШИН из трёх линий. И есть ШИН из трёх линий. Их нужно на каждой стороне сделать. Соответственно, Ромыш, на какой три, на какой четыре? На левой стороне мы делаем четырёхголовный ШИН. Да, на левой стороне трёхголовный ШИН. А на правой стороне трёхголовный ШИН. А на правой стороне трёхголовный ШИН. И как это сделать? Какова технология? Каким образом можно, это же не ручкой сейчас взять и написать? Кстати, этот закон, что нужно написать именно сами линии буквы, актуальны для законов ГЕТА. Но в законе Шаббата не обязательно. Даже если человек написал просто, убрал всё лишнее, получилась буква, он уже нарушает закон субботы. Так вот, как в законе ТФИЛИН можно написать? Сейчас Ромыш расскажет и покажет, какая у него технология, как он делает эту не выдавленную, а написанную ШИН на куске твёрдой кожи. Мы уже чуть-чуть знакомы с этой машиной, когда мы говорили про ТФИЛИН ручной. Сейчас, значит, я за несколько часов заранее ваткой надо смочить эти стороны, тогда кожа становится мягкой, она становится как пластилин, и тогда можно будет... С ней, соответственно, лепить, если она становится как пластилин? Не лепить, а вот этим именно... Придавать ей форму как-то? Я покажу это на своей руке, это будет... Мы должны взять кожу сдалека и вести эту кожу туда нам нужно, вот так её как бы перекатывать на то место, куда нам нужно. Если у нас здесь есть... Здесь мы хотим, чтобы была линия шина, мы сдалека должны взять кожу и вот так её перекатывать туда. Тогда это будет кошерный. Создали линию? Да, это тогда. Они выдавили всё вокруг, да. Теперь, чтобы знать, где эта линия, мы создаём, делаем не кошерный шин. Сейчас я делаю не кошерный шин. Как я это делаю? У вас есть формочка, да? Есть формочка. Я его вставляю в эту машину. И... У меня тут чуть-чуть... Помочь? Нет, подвинется. Подвинется. Вот так. Я её закрываю. Кто-то у рыбной шин степелин, это уже третий лишний, да, рыбной шин? И... Так. Это открываем с четырёх сторон. Открываем с четырёх сторон. У вас такой конструктор лего? Да, да. Как-то мы завозили сюда из Советского Союза эти железки, так и сказали, что это лего. Так, что-то надо уменьшать. Что-то уменьшать, уменьшать, уменьшать. Значит, сейчас мы его закрываем, так, то есть вы сейчас приложили две эти формочки, залепили, поставили, зажигается с всех сторон, я обязан тут сказать, хотя я делал не коферный филин, но тем самым, что я его здесь зажимаю, появляется квадрат, у филина поправляется квадрат, поэтому я думаю сказать, да, ради святых филина, потому что исправляется тут квадрат филина, о котором мы говорили Сейчас вы зажали, сколько времени оно должно в таком состоянии постоять с этими формочками? Да, немного, буквально тут поставим несколько секунд, и можно сейчас его вытаскивать, теперь мы его вытаскиваем. А, вот так вот быстро? Да. Не коферное всё очень быстро. Быстро и легко, да? Да, быстро и легко. Всё, что коферное. Потому что есть у нас ветерара, которые помогают нам делать коферное, поэтому если вещь идёт легко и быстро, то надо быть начеку, кто нам помогает. Ага, такой вот мы параллельно выучили большой мировоззренческий урок, который мы сейчас видим. Тут шин, выпуклый шин, очень красивый, но с маленьким недостатком или большим, шин не кошерный. А потому что мы выдавили за счёт этой формы, у нас осталось, как получилось, у нас осталось вот это вот место, да, у нас вот здесь осталось место, где можно сделать, куда может остаться материал, где может остаться, а всё остальное мы придавили, и получился вот такой вот хороший, идеальный шин, идеальной формы.